Давайте я возьму в руку. Во-первых, хотел бы сказать, что я очень рад, и у меня честь быть здесь. Я хотел бы поблагодарить организатора Центра современного искусства. Я рад, что нас принимает группа «Что делать», наши друзья, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. И то, что мы делаем со Славой сегодня, завтра, и будем делать в Петербурге, основные идеи, о том, чем занимаются мы в Любляне, что такое Люблянская школа. И мы будем говорить о том, почему психоанализ, почему сегодня психоанализ нужен более, чем когда-либо. Так будет называться лекция Славы Жижека. Завтра мы будем говорить о другом источнике вдохновения, гегельянской философии. Почему Гегель все еще важен, почему Гегель сегодня нужен более, чем когда-либо. Итак, это вот два наших мероприятия в Москве. На пресс-конференции я уже говорил, что это мой второй раз в России, мой второй визит. В том году в Петербурге на первой полосе был образ Фалоса на разводном мосту группы «Война». Фалос был на первой полосе, когда я приехал. А второй раз, когда я приехал, Пусси Райт. Итак, у меня такое странное впечатление о России, Фалос, потом Пусси Райт. Странно, что же я увижу в третий раз. И я попробую ответить вам, что может быть в третий раз в этой последовательности. Концептуальный ответ. Это не популярная лекция. У меня будут яркие примеры, но вообще это концептуально требовательный рассказ. Я надеюсь, что вы будете следить за моей речью. Итак, офицеры, служанки и трубочисты. Это заголовок из Серена Киркегора, из его книги «Повторение», книги, которую он написал в 1843 году. Замечательный книг, который все должны прочитать. И он говорит о том, что все человечество можно разделить на три категории, только три категории – офицеры, служанки и трубочисты. Когда я это прочел у Киркегора, который потом часто цитировался, этот пример мне так понравилась эта идея, что я решил написать когда-нибудь книгу с таким заголовком. Я в итоге сделал. Написал книга по-словенски, уже была опубликована, она справа будет по-английски. Итак, можно оценить яркость этого предложения, его остроумие, его силу и задор, его легкость и воображение. Если кто-то совершит такой психологический опрос среди друзей, философов, не философов, сразу вы увидите, что это предложение создает смех, энтузиазм, одобрение, юмор. Но куда сложнее увидеть, где же находится эта яркость. Представьте, такой протест, такой офицеры, служанки и трубочисты. А где же я? Какой я категории принадлежу? И что, вы офицер, служанка, трубочист, а если нет, значит вы не часть человечества? Что же расценивается как человеческое? На какой основе? Надо переосмыслить эту автоматическую пресс-позицию. Если вы не принадлежите этим категориям, то к какой же категории принадлежите? Можете ли вы быть частью человечества, не принадлежа к этой категории, к одной из этих категорий? Другая стратегия. Предположите, что если кто-то не подходит одной из этих трех категорий, нужно дополнить другими дополнительными. Например, человечество можно разделить на офицеров, служанок, трубочистов и профессоров философии. Можно увидеть, что вот эти дополнения не улучшат предложение, а скорее ухудшат его. Абсурдность первого предложения будет только еще очевиднее. Если вы продолжите так дополнять, закончится это все классификацией животных, которые предложил, знаете, китайская энциклопедия, якобы китайская энциклопедия, которую Фукос энтузиазм цитирует в начале своей книги «Слова и вещи», в английском переводе «Порядок вещей». Это якобы китайская энциклопедия из Борхеса, где, вы знаете, 14 категорий животных. Причем, каждая категория принадлежит различной классификации. Помните, странная классификация, якобы китайская энциклопедия, на самом деле он сам придумал все. Я не буду цитировать эту длинную, знаменитую цитату. Вы должны прочитать, конечно, прочитать. Так, можно дополнить категории. Но психоаналитикам не нужно дополнительной категории. Первый пациент психоанализа, знаменитая Анна О, ее настоящее имя было не столь романтическим, Берта Паппингейм. Ее лечил Йозеф Бройер, наставник и друг Дигмата Фрейда в 1880-182-мкадах. Итак, первый пациент психоанализа изобрела два названия для своего лечения на английском. Я цитирую Бройера. Она описала эту процедуру, говоря серьезно, о исцелении разговором и называла нас трубочистами. Итак, первый пациент, 1981 год, назвала психоанализ лечения разговором. Это известное название, известный такой синоним психоанализа, из лечения разговором, но одновременно она сказала «чистка труб». Итак, психоаналитики трубочисты, а значит они люди. Они принадлежат одной из трех категорий человечества, и для остальных это уже не так очевидно. Мы должны помнить это экстраординарное определение. Разговор, лечение разговором и трубочисты. Прекрасное объяснение. Третья возможность. Если мы не можем найти себя в одной из предложенных категорий, можно найти себя в той положении, которая позволяет создавать такую классификацию. Точка зрения, на которой вы смотрите на общество, извне, сверху. И с этой точки зрения можно бессовестно категоризировать людей, других. Вот ими игры. И можно заняться такой светской игрою, изобретая дюжины классификаций, одну более островогатно, чем другую. Но эта игра быстро кончается. Уже первый ход сделал Перкигор, и любые хитрые предложения не могут преодолеть его собственные. Они выглядят такими бледными пигуонами, которые хотят просто соответствовать яркости первой попытки. Очевидно, что радость, спровоцированная этим предложением, происходит от размещения себя на позицию классификатора, мастера, господина, того, кто может классифицировать других в соответствии с своей собственной волей, смотреть на общество с высоты птичьего полета, якобы. Это та позиция, которую он занимает. И что определяет господина? Это возможность классифицировать и не быть классифицированным самим собой. По крайней мере, это иллюзия позиции такой. Это часть очарования премьера Киркегора. Она представляет эту вольность, с которой предстоит любая классификация. Ирония иронически дает такую радость этой позиции безопасной светской игры. Каждый может стать господином на минуту. И Киркегорс был великим знатоком иронии. Ирония основных слов его. Как сказал Пентиллиан, короткое определение. Ирония есть, когда через то, что сказываем, противное разумеем. Превосходное определение основы человеческого языка. Сказать то, что противное, противно тому, что мы разумеем. Говорим одно, а понимаем другое. Вот смысл языка. Итак, структурная иллюзия господина заключается в том, что можно классифицировать без того, чтобы быть классифицированным самим собою. Так же, как в предложении Паноптикума Бентама, когда мы возвращаемся к Бентаму, это это, чтобы видеть, когда тебя не видят. Классифицировать и не быть классифицированным самим собою. Можно продлить это предложение. Человечество можно разделить на офицеров, служанок, трубочистов и того, кто классифицировал и кто невидимо присутствует с высотой птичьего полета. Классификация включает категорию, которая сама по себе засекречена. Такое американское определение слова «классифицировать», «засекретить», государственный или военный секрет. скрыто присутствует в этой классификации, но которая не видна. Киркегор не был создателем этого предложения, не автором. Он дает источник, как он говорит. Один умный человек однажды сказал, что человечество можно разделить на офицеров, служанок и трубочистов. Ученые изучали Киркегора и нашли после долгих разысканий источник. В 1820 году датский юморист, также логик, который подписывался в BC, BC, и мы не знаем, кто он был, опубликовал в одной из газет Копенгагена статью о разделении, которая начинается таким образом. Каждый, даже тот, кто никогда не изучал логику, знает, насколько важна, чтобы классификация была совершена по одному ясному плодотворному принципу. Поэтому каждый из нас понимает разделение человечества на офицеров, служанок и трубочистов, но это разделение не подчиняется такому правилу. Киркегору было 14 лет, и либо эта шутка осталась у него в голове, либо она стала столь популярной в датской обществе, что и через 16 лет он смог использовать в 1843 году эту шутку. Продолжение BC, начало статьи, такой демонстрация, очевидное такое, доказательство того, что такая классификация невозможна. Это такой очевидный пример, что ему даже не надо его критиковать. Настолько ярко он грешит против здравого смысла, аристотелевского здравого смысла. Как можно так классифицировать? BC, после такого яркого вступления, говорит о классификации, трудный орешек, классификации женщин. Я не буду уже разделять, говорить его предложения. Очень интересные, веселые, такой мужской шовидизм, привычный в то время. Киркегор там говорит о классификации женщин, и Киркегор сам говорит об этом. Не классифицируемая природа женщин, но цель Киркегора, когда он говорит об этой цитате в книге повторения, противоречит BC. Итак, цитата из Киркегора. Один умный человек как-то сказал, что человечество можно разделить на офицеров, служанок и трубочистов. Это замечание не только остроумно, а также глубоко и полно интереса. Нужен колоссальный талант, чтобы предложить лучшую классификацию. Тогда классификация полностью не исчерпывает свой объект. Надо дать возможность случаю, потому что случай приносит фантазию, воображение. Частично уместная классификация не может удовлетворить разум и должна быть полностью отрицаема, даже если ежедневно ей часто пользуются. В частности, потому, что люди глупы и у них мало воображения. Видите, Киркегор защищает эту, казалось бы, абсурдную классификацию. И если кто-то думает, что эта классификация невозможна, либо потому что они дураки, либо потому что у них не хватает воображения. Вот мысль Киркегора, превосходное предложение, с трудом это думает лучше. Есть такая спекулятивная глубина в этих словах Киркегора. Более правдоподобные, более приятные классификации. Только потому нам интересно, потому что у них нет воображения и разума. И вот эта спекулятивная глубина в случайности дает нам более интереснее, чем правдоподобная классификация. Потому что такая классификация куда интереснее, чем та, которая якобы полностью исчерпывает объект. Итак, если классификация — это путь разделить универсальный род на виды, то цель наша — исчерпать универсальное частном, а такая случайная классификация указывает, что невозможно полностью исчерпать универсальное частном. Может ли быть исчерпывающая классификация человечества? Или, например, полное исчерпывающее разделение на женщины и мужчины. Мы видим в офицерах, вот догадка, смотрите, если вы почитаете психоаналитическим образом эту классификацию, офицеры — карикатура мужчин. То, какими должны быть мужчины. Служанки, разумеется, карикатура ножей, карикатурное изображение женщины. Тогда вопрос, а зачем нам нужны трубочисты? Вот наш вопрос, главный вопрос. Если мы будем классифицировать человечество на мужчин и женщин, то зачем нам нужны мужчины и женщины и трубочисты? Что же, мужчины и женщины без трубочистов невозможны. Возможно, эркегору нужны только три пункта для своего эффекта. Знаменитая классификация Борхеса, слишком трудная, слишком длинная. 14 категорий животных, мне кажется, хуже, чем три категории человечества. Три как раз хватает. В офицерах и служанках видно начало разумной классификации, начало мужчины, как они есть, пароэкселланс, женщины пароэкселланс, а затем просто случай. И как случай вот эти трубочисты — это представители универсальности. Можно сказать, с первой точки зрения, что человек, человеческая, есть трубочист. Человек, как таковой, это трубочист. Первая, последняя категория говорит правду об этой серии, которая начинается с двух определений. Теперь еще несколько примеров. Я думаю, знаменитый пример такой логики классификации. Самый знаменитый, значимый, происходит из тома первого «Капитала». Маркс предлагает серию, такую, ряд свобода, равенства, собственности и иеремии Бентом. Четыре категории. Что такое Бентом? Почему Бентом рядом со свободой, равенством и собственностью? Я цитирую. Рыночная экономика есть настоящий эдем прирожденных прав человека. Здесь господство только свобода, равенство собственности и Бентом. Свобода. Ибо покупатели, продавец товара, например, рабочие силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Равенство. Ибо они относятся друг к другу лишь как к товаровладельце и обменивают эквивалент на эквивалент собственности. Ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентом. Ибо каждый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, связывающая их вместе, это стремление каждого к своей собственной выгоде, своей корысти, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе, и никто не заботится о другом, Все они, в силу предустановленной гармонии вещей, или благодаря всехитрейшему проведению, осуществляют дело, взаимные выводы, общей пользы, общего интереса. Итак, для Маркса у нас логика к Толюбе в том, что там, на том же строчке, с собственностью, свободой и равенством Бентом. Это необычное такое прибавление из другого регистра, которое, это добавление, бросает свет на предыдущие три. Начало серии важно с конца. Бентом дает значимость. Непресойденный теоретик ультилитаризма, который сократил, свел всю разнообразие человеческой мотивации к простому расчету частых интересов и тем самым представил свою субъективную экономию, которая лежит в основе возвышенных лозунгов свободы и равенства. Бентом нет свободы и равенства. Вот основа системы капитализма. Вот как Маркс создал эту классификацию. Последний элемент бросает свет на все предыдущие. Я думаю, Киркегору очень понравилось. Первые два термина – это лозунги французской революции, но уже третий, особенно четвертый, раскрывает скрытую правду. Основу системы, которым эти великие лозунги содержили, как политические вехи. Этот потенциал освобождения был связан с тем, что род прав человека, политических прав, находит в Бентами свой вид, конкретный пример, который все меняет одним мгновением. Одним мгновением он опровергает эту универсальность политической прокламации буржуазии. Может быть, Маркс вдохновил, как он уже писал. Может быть, его вдохновил, и предшественник, которого Маркс хорошо знал. И в 40-е годы в Париже Маркс близко дружил с Генрихом Гейном. Гейна, второй части своих путевых картин, книга Легран, 1827 год, говорит прекрасно, что «Больше всего я люблю любовь, истину, свободу и раковый суп». Это ряда 5 из 4 категорий, любовь, истину, свобода и раковый суп. Вновь эта классификация. Раковый суп на том же уровне, что все остальное. Такой бентом. Личный интерес, как бентом. Итак, высокие идеалы, а затем на уровне высоких идеалов раковый суп, который под вопросом смотрит на эти идеалы. Но ведь слишком просто было бы принять эту шутку как такое здравомыслящее напоминание, что идеалы требуют желудка. Гейн сам говорил, что прекрасная пистата. Мой желудок нет вкуса к бессмертию. Я об этом думал. Я хочу быть наполовину бессмертным и целиком вполне сытым. Наполовину бессмертным и целиком вполне сытым. Было бы слишком просто, потому что вся книга, если вы смотрите на эту книгу Гейна, она создана из трех частей. Итак, лозунги любви, правды, свободы. А раковый суп – это такой неостановимый аппентикс, который имплицитно подрывает все эти лозунги, показывает противоположное, показывает, что ничего нельзя воспринять серьезно без этого комического добавления. Раковый суп – это не просто индикация того, что наши телесные нужды, их противоречия высоким идеалам, но также необходимая и случайная, что не только интересный придаток, это интересный придаток, который позволяет нам смотреть на идеалы. Надо опасаться людей, которые любят свободу, любовь и правду без ракового супа. Гейн очень любил такие классификации. Еще пример путевых картин. Гарце, обитатели Геттингена разделены на студентов, профессоров, филистеров и скотов. Отнюдь не все эти категории строго между собой разграничены. В школе, он говорил, еще одно место. В школе я был подвергнут латыни, побоям и географии. Вот, понимаете, побои, порка между латыней и географией. Эта техника классификации, она такая же. Фрейд любил Гейна. Он очень любил Гейна. И не очевидно, что он с энтузиазмом. Много примеров взял из Гейна в своей книге «Астролумие. Ему отношение к бедсознательному» в 1905-й год. Также и Маркс. Маркс и Фрейд разделяли, пока минимум, свой энтузиазм в отношении к Гейне. Еще есть примеры у Маркса. Если вы читаете Славу и Хижека, он всегда использует пример из классовой борьбы во Франции Маркса. Маркс говорит, что две фракции французских христистов, легитимисты и орлеонисты в 30-е годы, могли найти общий знаменатель только в республиканизме. Если они хотели продвигать рейлизм, за какого короля бороться, то они бы не могли обединить свои усилия. Они могли быть рейлистами только под лозунгами республиканизма. Итак, род рейлизма делится на легитимистов, орлеонистов и республиканцев, которые есть антиреспубликанцы. Это лучший пример Маркса из «Черновиков капитала», где он говорит о деньгах, как товаре, который говорит о деньгах, как универсальный эквивалент денег. Он говорит, это будто бы, помимо львов, тигров, кроликов и других животных, которые формируют разные роды, семьи, виды животного царства, существовало бы животное, индивидуальное воплощение животного царства. И вот это частное, которое включало бы все существующие на самом деле виды животных, универсальное, подобно животному, богу и так далее. Мне нравится это дополнение «животное», бог и так далее. Это марксистский пример, классификация животного, а затем, как дополнение, животное, как таковое, отдельное создание. Это деньги. Например, противоречит предыдущему высказыванию. Там у нас были универсальные понятия, свобода, равенство и частное. На том же уровне, здесь у нас частные товары, конкретные львы, тигры, кролики, которые дополняются универсальным товаром, которые на том же уровне входят. Животное на том же уровне, что и конкретные виды. Но эти львы одинаковые. У нас короткое замыкание между одиночным, случайным и универсальным. Скажущаяся универсальность денег, как общий эквивалент, скрывает свою природу, товара, и кажущаяся сингулярность Вентома, скрывает его. То, что он есть скрытое условие, которое партикулярностью наделяет универсальными. Это метафизика рода и видов, есть наша ежедневная метафизика мира, товаров и денег. Это утверждает в общем терминах понятие, что в отношении между родом и видом что-то не работает. Это представляет вид, которые возникают внутри видов. Случайное добавление, которое противоречит правилам, которое служит исключением, которое пронизывает род в своей универсальности и одновременно ставит под вопрос природу этой универсальности, наделяет эту универсальность случайностью. Как же так? Получается, что мы никогда не можем классифицировать все так, чтобы все без каких-либо противоречий бы заняло свои места. Почему никогда невозможно полностью аристотелевски классифицировать все на ближайший род генус проксима и дифференция специфика, видовое различие? Почему эта классификация никогда полностью идеально не исчерпывает эту классификацию как классификация Геркегор? Почему всегда будут турбочисты и бентомы? Что мне интересно, это тип классификации, для которого модель представляет Геркегор. Итак, начало логичной классификации, а потом в конце все портится, но одновременно имеет вопрос сам себе. Как минимум нужно три элемента. Я имею примеры из Геркегора, Гейна и Маркса, но ведь сразу видно, что эти примеры происходят из единого периода и одного исторического момента, момента, который можно кратчайшим образом обозначить как после Егеля, после Гегелевская, гигельянская новая точка отчета для философии. Можно видеть, что этот формальный пример возможен только после Гегеля. Завтра будет разговор о Гегеле. есть логика, которая целиком проявляет себя только с Гегелем. Я хочу подчеркнуть всем предложение Киргегора, но существует выход из этой логики классификации, которая правила от средствой лета Гегеля, и который Киргегор пишет, как целиком идеально исчерпывающий свой объект, исчерпывающий, то есть без трубочистов. Именно Гегель до крайности, самая отрицающая крайность довела эту логику. Я напомню такое знаменитое Гегелевское уравнение. Дух это кость, где универсальность абсолютного духа, универсальность показывает, имеет свой эквивалент случайно мертвые вещи. У меня нет времени дальше об этом говорить. Перед вернуться к нашей начальной классификации и точнее посмотреть на наших трубочистов, давайте я приведу свой коронный пример, который относится к кругу периоду. Он относится к Шекспиру. Его редко ставящаяся пьеса Кембелина, редкая пьеса, не надо ее читать, но там есть замечательное место в этом сложном сюжете. Посередине есть замечательный стих. Прям настоящий Шекспир, чистый Шекспир. Я две строчки процитирую. Замечательные парни и девушки все как трубочисты обращаются к пьесу. Совершенство, простота, четкая диспозиция нескольких слов. Только Шекспир мог относиться к этому так точно. Такое ясное, четкое понятие. это чистый Шекспир, неподдельный. Итак, связь, которая лежит за этим образом. Сна, пепел, прах и пепел. есть профессия, которая имеет дело с прахом и пеплом, это трубочисты. и вот эти строчки интересно сопоставляются с предложением Киркегора. Есть разделение по полу, парни и девушки. И здесь то, что у Киркегора третья классификация, здесь метафора. Сравнение оба пола в итоге видят одну и ту же судьбу. У Киркегора пример метонимическое продление, продление, расширение ряда. это такое продление, которое воплощает метафорическое условие всего ряда. У Шекспира есть метафорическое сравнение, которое ведет к смерти, но таким образом и к сексуальности. И конец стихотворения. очень красивое стихотворение. Все юные любовники должны предаться тебе и обратиться в пепел. Подсрочник. Остановимся на Шекспире. Итак, это генеалогия трубочистов. Они не столь случайны, как можно было подумать. Теперь вернемся к нашей первоначальной классификации. Мы видели, что эта классификация начинается с сексуальным различием и выставляет такое карикатурное воплощение мужчин и женщин. Патриархальный гротеск. Мужчины должны быть офицерами. Это подлинная мужская природа. А подлинная женская природа может быть служанками в том или ином виде. Может быть в возвышенном виде жены матерей. Есть какие-то простые предположения, которые делаются о природе мужчин и женщин. Но что же трубочисты, которые по случайности воплощают человеческое как таковое животное общий эквивалент мужчин и женщин. Фрейд, который провел много времени пытаться понять, что значит быть мужчином и женщином, тоже как-то писал о трубочистах. Одна цитата. Амулеты, которые приносят счастье, часто рассматриваются как сексуальные символы. Вот коллекция маленьких серебряных сувениров. Четырехлистный клевик, поросенок, гриб, подкова, лестница, трубочист. Трубочист несущий лестницу принадлежит этим символам, потому что его профессия вульгарно можно сравнить с сексуальным совокуплением. Его лестница есть сексуальный символ в сновидениях. И так существует ассоциация, которая существует в разных языках между трубочистами и сексуальной деятельностью. Эта ассоциация существует в разных языках, в немецком, Фрейд цитирует антропофитию, огромное антропологическое собрание антропологического материала связанного с сексуальностью. Итак, трубочисты необходимы случайность, случайность, которая связана внутренним образом с сексуальностью отдельно от мужчин и женщин. Итак, трубочисты третьи в этом ряду. И эта случайность высказывает это сексуальное дополнение. И это вопрос фаллоса. У нас возникает вопрос фаллоса. Анна О очень точно поняла, когда она расценила психоаналитиков как лечение разговором и трубочисты. Если офицеры это мужчины, архетип мужчин, служанки, архетип женщин, то трубочисты это фаллический элемент, сексуальность, как то третье, которое дополняется к двунгендерам. Сколько у нас здесь полов? Почему нам нужно три, чтобы иметь два? Каков пол трубочистов? Кстати, а есть вообще женщины трубочисты где-нибудь? Почему это такая мужская профессия? Даже в эти феминистические времена. Итак, это фаллический элемент делает возможным связь между мужчинами и женщинами. С другой стороны, он тревожит эти отношения. Если существовала сексуальная связь, в ясный образом, то офицеры и служанки могли бы обойти себе трубочистов. Но, знаете, знаменитая одна из основных локадовских лозунгов «Не существует сексуального отношения, сексуальной связи, потому что сексуальная связь не существует, нам необходимы трубочисты». Вот так, это третий элемент, и я думаю, что будет трубочист, когда я третий раз впереду в России, будет трубочист. После этих двух архетипических символов, воплощений, надо ждать трубочиста. теперь я перейду к более теоретической стороне моего доклада, сложной части моего доклада. Итак, задам странный вопрос, ключевой для психоанализа. Что такое фалос? как мы подходим к этому уравнению? Трубочисты значит случайность, значит универсальность, значит фалический элемент. в чем основа этого равенства? Может он слишком далеко идет, экстравагантно это деревья. Тут есть некое короткое замыкание, как мы можем уравнять? Это фалос с означающим, это лакановский термин, знаменитым эссе Лакана «Значение фалоса, 58-й год». Нужно этот заголовок читать как тезис, представляющий сильную связь, взаимоподразумевающая, два термина, фалос и значащее, значение. тесная связь между случайностью телесного прибавка и универсальностью значения. Существует такая человеческая случайность, телесная случайность. Лакан так говорит. Не очень буду вас пытать, но эту цитату я должен прочитать. Фрейдовская доктрина фалос не есть фантазия, если мы должны рассматривать фантазию как воображаемый эффект. Это и так же не объект частичный, внутренний, хороший, плохой, ровно так же, как это объект, который пытается уловить реальность, связанную с отношениями. еще умение это орган, пенис или клитор, который он символизирует. Не случайно, что Фрейд принял его как симулякор, который он воплощал для древних. Для фалос есть означающее, означающее, чья функция в интрасубъективной экономии анализа может приподнять вуаль над функцией, которой он служил в темноте, в тайне. Итак, вы поднимаете вуаль, и вся ситуация меняется. Я уже на пресс-конференции говорил об этом снятии вуали и раскрытии фаллической структуры власти. означающее, которое должно определять эффекты ровно так же, как означающее, определяет их своим присутствием как означающее. Итак, что-то обескураживающее, контринтуитивное в этом лакановском знаменитом утверждении. Фалос невоображаемое существо, играющее свою роль фантазии, как символ власти, могущества. Намного фантазии. Это не объект, это важное определение, это не объект такой, как грудь или экскременты, другие символы психоаналитические. Это и не орган, с которым он неизбежно связан. Фалос есть означающее. Что это значит? Что это значит? Не буду сейчас объяснять абстрактные, сложные определения. Что значит означающее? Означающее есть создание чистого развлечения. Это глубокий урок Сосюра. это единство, существующее только из развлечений, ничего иного. В нем нет субстанции, нет качества, нет идентичности. Означающее определяет то, что это цельность, которая основана только на развлечении. Одно из знаменитых фраз Сосюровского курса еще до Первой войны. Если одним словом этот курс Сосюра определить в языке, есть только различения без позитивных терминов. По длине цитата, когда вы видите различения, то вы думаете о двух позитивных терминах, но в языке существует другое означающее. Есть только различения без позитивных терминов. Позитивные термины есть последствия. Не начинайте с позитивных терминов. Начинайте с понятия различения, которое может произойти то или иное. Вот такой элементарный Сосюр. Вот откуда начался весь структурализм. Есть ли означающие? Есть ничего, только различения, нет никакой субстанции в этом, тогда условия их возможностей есть чистое различение, не различие между двумя существующими объектами, чистое различие. И здесь вот вся суть. Если случайные дополнения, это различие должно возникать как таковое, как случайное, в том порядке, который он влияет. Оно должно получать воплощение, которое из чисто случайного элемента, чья функция представляет чистую различение, которое двигает всю структуру. Это отраженная форма универсальной трансцендентальной условий, которое воплощается как его противоречие, как аппендикс. Различение, которое делает возможным значение, оно воплощается в случайном прибавлении, которое ничего не значит. Это функция фаллоса, то, что определяет необходимость трубочистов. Кажется, что все имеет смысл, кроме этого пункта, который кажется бессмысленным, но который заключает себе смысл. Вот почему Лакан говорит, что означающее должно обозначать эффекты в целом, эффекты значения в целом. все эффекты значения обозначены. Такая зиро функция нуля. В Сосюре этого нету. Трубочисты это добавление к его теории. И первая простая критика Сосюра в том, что Сосюр не увидел структурную необходимость трубочистов, универсальную необходимость дифференциальных структурных определений, он не видел необходимость этого случайного добавления. Это добавление не психоналитическое. Видите, как оно функционирует Киргегор и Гейн и Маркс. Можно сказать, что его необходимость восходит Гегелю, потому что гегельянский спекулятивный взгляд, который говорит о времени в разных местах его системы, и когда он говорит, что Союзный Дух находит свое противоречие в кости. А универсальная природа политического разума в государстве находится воплощение в случайной фигуре монарха. Универсальность рода должна найти свое противоречие и воплощение в конкретном виде. Итак, революция структурализма по-настоящему началась тогда, когда Клод Леви Стросс высказался, что не существует дифференциальной структуры без трубочистов. Он назвал трубочистов мана, означающие беззначения, которые добавляются к бесконечному списку означающих наделенных смыслом, которые воплощают само условие для тех, чтобы иметь смысл. Мана есть вездесущая таинственная способность, означающая все и ничего. Она означает только то, что она означает. Оно означает значимое. Вот и все. По-настоящему психоаналитический шаг сделал Лакан своим ясным высказыванием, что этот элемент фаллический псэ о природе и трубочисты необходимы, как необходимые телесные добавления. Это подводит нас к вопросу, как связать два типа различия. чистое различия, на котором основано все значения, и сексуальное различие, которое кажется очевидным природным различием, обеспечивающим модель для всех остальных. Первый ясный ответ был бы следующим. Как язык относится к сексуальным различиям? Так как еще одно означающее различие. Сексуальное различие возникает в языке как различие, которое сводится к отсутствию или наличию марки, ясной черты. Просто присутствие или отсутствие одного ясного места. И то, что означает мужское или женское, есть человеческое телесное присутствие фаллоса как знак пола. Что может быть менее очевидным? Рождается ребенок, и первый вопрос – мальчик или девочка? И вопрос очень легко решить – присутствует или отсутствует одна анатомическая деталь. Вот где означающее общество, существо, созданное только из-за различий, встречает тело в своей материальной физиологии, и среди множества члесных различий есть одна, которая четко звучит как означающее различение, а различение между плюсом и минусом. Дифференциальная необходимость структуры здесь встречается с анатомией, с анатомической случайностью. Секс относится к лингвистической структуре, этим телесным обозначением сексуального отличия, которое обеспечивает первую модель для создания означающей различия. Итак, во всех языках существует мужской и женский род. Это есть различение. Грамматический род якобы связан с проулом естественным. это самый простой путь для нашего словаря, но его распространение во всех направлениях показывает невозможность задания. Все может быть грамматически гендерно окрашено, смотря на какую страну вы находите, мужского или женского рода. Но когда все может быть сексуализировано, ничего не может быть. И сам инструмент такой квалификации руинирован собственным успехом. В фильме Трюфо Жюли Жим начало 60-х годов знаменитая строчка, где Оскар Вернер, немец, говорит Жанне Моро, женщине французской, парксилян, вот что странный язык французский. Любовь ламур мужского рода, а ля гер война женского. Странно ли? По-немецки дили бы любовь женского рода. А война дэркри мужского. Любовь женская, война мужская. Так по-немецки должно быть. Это как бы следует за естественной моделью. В Германии женщина есть пространство женщина, а война пространство мужчин. А во Франции известны своими возвращениями. кажется, все наоборот. Занимайтесь любовью, а не войной. По-немецки, по-французски означают разные вещи. Все эти половые, родовые предположения различны. если мы возьмем разделение на мужской и женский род как основу грамматического гендера, дает нам возможность бесконечных продлений нашей классификации, которые становятся бессмысленными. все может стать бессмысленным, кроме самой сексуального различия, которое служит моделью этого сексуализации. То различие, на котором все основано, существует как реальность, которая не может быть постигнута как различие. Не только грамматический род, но и основные онтологические оппозиции следуют той же модели. Посмотрим, содержание формы, природа-культура, субъект-объект, тело-дух, интуиция-понимание, чувственность-разум. Все они негласно имеют сексуальную сексуализированную основу. Они не являются сексуально-нейтральными, а позиция мужского против женского везде, повсюду. И добавлю, что психоаналитически надо добавить всегда трубочистов. Думайте о трубочистах. Итак, эта субпозиция означает дополнительность двух принципов. И отношение, сексуальное отношение между мужским и женским, мужской и женской концептуальной стороной. это концептуальная сексуальная связь, о которой мы говорили на пресс-конференции. Есть концептуальные сексуальные отношения. Эта субпозиция имеет антологический смысл. знаменитый образ этого развлечения, инь-ян, образ дао, этот образ, который использовался для поддержки космологии, онтологии, социальной теории, астрономии. Он дает нам два поля, женское и мужское, и образ создан так, что они в полной совершенно симметрии дополняют и совершают друг друга. Круг, но круг не может быть разделен на два простых полушария. Это своего рода набросок к пониманию Вселенной. Что этот образ воплощает? Есть сильный тезис, который здесь существует. Существует отношение, связь. Вот тезис этого дао, символа, инь-ян. Есть связь. Есть сексуальные отношения. Любое отношение сексуальное. Вот тезис, очень мощный образ, который он воплощает. Эмфатические связи существуют. Демонстративным образом дополнительность мужского и женского в их совершенном балансе, прекрасном балансе, что может служить парадигмой для всего остального. все может быть интерпретировано под этим углом. Тезис показывает себя еще острее. Есть смысл. Есть визуальное воплощение смысла, которое может нести, все наделить смыслом. Если существует отношение, есть смысл. Только отношение делает смысл. осуществляет этот парадигм, который регулирует смысл, также регулирует сексуальные связи. У нее есть сила наделять смыслом, которое возникает из комплементарности, дополнительности двух. Для Лакана, аристотелевская антология, это наша западная версия веньянь. Она делает такие аналогичные утверждения о гюле и морфе, содержании и форме, мужском, женском, пассивном, активном, и также другие дихотомии, форма, содержание, дух, тело, рода, культура, интуиция, интеллект, активное, пассивное, все это тайно сексуализировано. Надо думать об этой теме, антология и сексуальность. Есть связь между антологией и сексуальностью. Всегда существуют сексуальные пресупозиции антологии. Ничего нельзя отделить от сексуальной смысла. Наш трубочист, мы думаем в нашем кругу по-люблянскому, кто там у нас трубочист, Панчич написал книгу о сексуальности и антологии, которая пытается высказать эту пресупозицию. До какой степени антологические предположения связаны, всегда связаны, определяются сексуальными утверждениями, скрытые утверждения о связи. психоанализ психоанализ говорит о необходимости трубочистов. Он добавляет это. Вот этот трубочист дисбалансирует эту дополнительность. Выходит с трубочистами, мы выходим из этой связи, этого отношения, и симптом этого безобидного, бросающегося в глаза дополнения трубочистов, которые ни на одну сторону не могут быть определены. Итак, чистое разделение будет и трубочистой, и место возникновения смысла, значение, есть не баланс между двумя сторонами, но вот это странное фаллическое дополнение. Вот где стоит смысл, вот где случайное уравнение фаллоса и значения. оно происходит не из инь-янь, не из этой дополнительности, оно происходит из случайного дополнения трубочиста. Вот почему этот фаллический элемент уравнивает все, о чем мы говорим. Итак, я подхожу к последней части своего доклада. Если сопоставить, уравнять этот элемент с фаллосом, как же избежать массивного возражения против фаллосентризма? Вы знаете, это главное возражение против психоанализа. Все левые критики говорят о фаллосентризме. Большой дебат существует о фаллосентризме. Фаллогоцентризме, вы знаете, термин, который изобрел Деррида, который сопоставил два термина. Логоцентризм, который был изобретен Людвигом Клагесом, немецким малоизвестным философом жизни в 20-е годы. В его философии жизни логоцентризм это основной грех западной философской традиции. То, что он говорил о философии жизни, а не о философии логоса. Фаллосентризм был изображен, между прочим, Эрнестом Джонсом в конце 20-х годов. Ученик, биограф, в 20-м году он написал доклад, критикуя Фрейда за то, что он слишком относится к мужчинам, слишком шовинистам. Итак, логоцентризм и фаллосентризм это часть критики. Деррида изобрел термин, который связан с тем, что фаллосентризм и логоцентризм связаны воедино, и они поддерживают друг друга. Логоцентризм поддерживает фаллосентризм, пусть и скрытый то, что мы называем метафизикой. Метафизика это логос с фаллосом. Вот самое короткое определение метафизики. И не надо ожидать Фрейда. Всегда так было. Возражение к психоанализу было бы таким, оно трансформировало фаллос в означающее, бессмысленный элемент, вот новизна в этом отношении к традиции, но таким образом в негативной форме оно существует центральную, осуществляет свою центральную и определяющую роль. В своей тонкой завалерированной форме оно воплощает отношения между логосом и фаллосом, что является основой метафизической традиции. Центр может быть пустым, бессмысленным, но он все равно центр. И негативное отношение к фаллосентризму не обязательно уничтожает центризм. Психоанализ подчеркивает эту центральность. Можно говорить о снятии в гегелевском смысле фаллоса, снятии означающего, но в любом случае никто не теряет такой тривиальной привилегии мужского органа. Это очень известное феминистическое выражение. Феминистки видят Фредди Лаккани фаллосентристов. Я отвечу во-первых, фаллосентризм приходит как диагноз эпохи. Давайте, откуда пришел этот фаллосентризм? Очевидно, что фаллосентризм возник только на основании психоанализа. Такой словарь стал возможным благодаря психоанализу. Это только психоаналитическая интервенция сделала возможным такой термин. В том периоде, в тот период, который был очень фаллосентричным, никто не говорил о фаллосентризме. И вот эта красишина позволяла этой структуре существовать. Она была завалирована, оставлена таинством, как говорит Лакан, чтобы функционировать. Есть величайшая ирония в том возражении, что психоанализ есть продолжение фаллосентризма другими средствами. Он определил словарь, на котором вообще можно критиковать психоанализ. Это делает сам психоанализ. Второе. То, что фаллос назван и выделен, имеет очень серьезные последствия. его именование тесно связано с приходом психоанализа. То, что было завалировано как таинство, становится просто банальным перекрестыванием означающего и случайные случайности. Фаллосентризм мог править только в таинстве. Когда мы называем, традиция останавливается. Называние изолирует и делает эту традицию случайностью. с случайным сочетанием означающего и анатомии. Трансцендальное условие секретно тайно было связано с тривиальностью анатомии, и когда его раскрываешь, теряется трансцендентность. Вот простая параллель. Ровно так же, как понятие геоцентризма потеряло свою власть тогда, когда Коперник назвал его, геоцентрическая эпоха не называла себя геоцентрической. Геоцентризм был скрыт и считался очевидным. И вот, что делает геоцентрическим. Когда геоцентризм был назван, геоцентризм потерял статус очевидной, очевидное основание. Он оказался основан на тривиальности нашего конкретного жизни на конкретной планете. Наименование геоцентризма свергло землю с престола. Наименование фалоса ставит лимиты пределы фалосентризма. И третье, именно это свержение фалоса с престола, нет в него продвижения. Вот где проблема сексуального развлечения может возникнуть. Только сегодня о ней можно говорить, когда она не скрыта фаллической функцией. То, что не было описано, символизировано, не то, чем не овладело означающее. Это как раз то самое сексуальное различие, которое не сводится к фаллическому различию, которое не сводится к той разнице между присутствием и отсутствием, плюсом и минусом. это не означающее развлечение, это источник проблемы и драмы, и это стало очевидным только с приходом психоанализа. Это никогда нельзя легко оперировать в присутствии или отсутствии маркера. оно существует как различие, не сводимое к простому различию. Не существует ничего, что было бы более в оппозиции фаллосатической логики, чем означение фаллоса. Психоанализ открыл два объекта, которые не были восприниматы как автономные объекты. бессознательная и сексуальность. Если мы разделим этот монстр логоцентризма на две половинки, можно сказать просто, что изображение бессознательного представляет то, что внутренне противоречит логоцентризму. Это разрыв логоса. Если фаллос распронимается рядом со значением, трансцендентальное означающее смысла, то надо сказать, что психоанализ это как раз не преследование смысла, это не стремление раскрыть какой-то тайный знак, то, что где-то там глубоко в бессознательном. Это показание трещины, разрыва смысла. И именование этого разрыва есть бессознательное. С другой стороны, изобретение сексуальности представляет как раз то, что противоречит фалоцентризму. Это самый простой путь уйти с его коризонта. Бессознательная и сексуальность достойна теоретического осмысления только потому, что ставит их в позицию простым примером фалоцентризма. Анна Анна О очень точно поняла урождение психоанализа очень точно она его определила. Лечение разговором не трубочисты. Лечение разговором это путь как собрать силы бессознательного, чтобы работать против логоцентрического фокуса назначения, а трубочисты целят в обозначении сексуальности, которая бы убежала от фалоцентрической логики. Если мы вернемся к киркигоровскому предложению разделения человека, то становится ясно, что трубочисты определяют случайность того ряда, который начат таким очевидным воплощением мужского и женского, которые одновременно подрывают пригодность прессу позиции, которые определяли их роль как офицеров и служанок. В трубочистах обозначающая логика определяют с логикой сексуальностью и они представляют случайное добавление, откуда возможно их разделить. Спасибо. Спасибо. Младен. Спасибо. Младен. I'm sorry for being too long. I'm sorry if some parts were rather hard to follow. Извините, если было трудно, следите за моими высказываниями. Благодарю. Any questions? Do you have a mic? Please? Any translation? Any translation? If your question will be short. Ирина Градзинария университет триргер университет триргер университет триргер университет question relations of the system. And the question is where do you see the force of psychoanalysis? How can we not find the cleft but look for the undermining of the hierarchical system of sense of meanings? I don't know if it is clear what I asked. So the question is it's not a simple difference. It's a difference that bears the that gives birth to hierarchical power relations. Sexual difference сексуальное различие очевидно. Оно, конечно, создавало хирурхическую хирурхию с самого начала человечества. Простой анатомический знак всегда рассматривался как означающее не как нейтральный маркер, но как означение господина, власти. И, конечно, в основе этого фалоцентризма было это тайное уравнение фаллического маркера с позицией господства, господствующего, означающего кулакану то, что означает не только парадигму всех остальных различий, язык, гендерно обусловлено и так далее, он также обеспечивает секретную, тайную, герархическое различие между господствующим означающим и всем остальным. вот то, что обозначено. Это то, что говорит Дорида, говоря о фалогоцентризме. Но есть привилегированное означающее, которое связывается с логосом, который выглядит как нейтральный, универсальный в своих требованиях, претензиях. он всегда связан с какой-то сексуальной логикой, сексуальным пониманием. И тут всегда речь шла о превосходстве привилегированного маркера, который обозначает господство. как психоанализ работает с этим. Он не говорит о том, как работает сексуальное различие. Он пытается также деконструировать иерархическую пресупозицию, которая основывает все иерархические отношения. Это все связанные вещи. Понимание, как, почему сексуальные отличия, чем они отличаются от других различений. Тем самым вы расправляетесь с привилегированным положением именно этого развлечения. Вы разрушаете все понятия, как эти образы были созданы. Это может быть абстрактный ответ. яркие примеры я не могу представить. Another question. В today's world, Ольга Белозерская, в современном мире, чисто Москве потерял 全 ценности. Масклайн lost its meaning. В countries with developed social infrastructure, 70% of women are lone mothers and two thirds of women are divorced. I think that the attempt to connect phallos and logos is something that we as women do not understand. We also can't speak. It's a nostalgical attempt to bring the masculine any sense in contemporary world because a man without money loses any sense in today's world. It's new? It's new? Do you think this is new? Do you think this is new? this is new? No, no. Money was always as Marx said. He said that. quoted that. Money is falling out. Money is falling out. He has always been I don't think this is new. I don't think this is new. It's is a money and he has a но в сегодняшнем мире, женщины были лучшими менеджерами, лучшими менеджерами, и каждый визерный директор хочет иметь женщин, а не мужчин, потому что они менеджеры лучше. Павел Волков, undergraduate student. Я хотел бы спросить, каким вызван необходимость the necessity to treat this new essence, this chimney-sweeper, in the light of two nodes. First, if we treat the binary opposition, We have made a certain work of differentiation, of difference. So, this negation has been made. This is one of the things that is here in the chimney sweeper. And all the rest was said that this is the essence of the chimney sweeper. The chimney sweeper has nothing, but it contains only other things. So, the essence of this chimney sweeper is to describe the negation, which is the basis of binary opposition. It's not needed because we have created this dichotomy, this binary opposition. And we don't have other aims. This object has no other aims because all the essence are other objects, not itself, not it itself. So, once again, the question is, why do we need these chimney sweepers? as a different entity? Думаю, что развлечение есть основная часть разума. мысли. Собственно, интервенция мысли означает развлечение. Но как это делать? Какие причины? Как можно это воплотить? Если вы посмотрите на начало философии, вы увидите те развлечения еще досократиками с аристотелевскими суппозициями. Конечно, существовал элемент чистой концептуальности, чистой интервенции мысли, которая делает развлечение. но одновременно это различия всегда были чем-то обусловлены, каким-то элементами, которые тем или иным образом сексуально обусловлены, имели сексуальный какой-то смысл. Вот почему. В Китае очень ясно. Тысячи лет этот мощный образ, который и сегодня существует, показывает основное развлечение сексуализировано. И эта оппозиция имьянь может служить моделью для чего угодно, от социальной теории до астрономии. Все было интерпретировано этим образом. Этот инструмент, который был использован в западной культуре, это менее очевидно, но сексуальная обусловленность была более завуалирована, более метафорична. Если вы посмотрите на аристотелевские гюлемурфе содержание формы, основной принцип аристотелевской логики, любое от природных объектов до чего-либо другого состоит из содержания формы. На любом уровне есть содержание формы. И вот это отношение есть одно основание онтологии. И эта логика до сих пор существует. Навязывание различия, которое не просто различие, которое обладает логикой комплементарности. я думаю, что этот тип мысления о различении, то, на чем основано развлечение, связь закончилась Гегелем. Это был... Гегель пытался думать в чистых различиях. Он довел до совершенства, до крайности эти различения. Различение как различение, как основа концептуальности, а не просто как различие между разными принципами. Гегелевская мысль чисто конструктивистская. Она конструирует. Она не пытается трактовать мир, она конструирует собственные концепции. И так она конструирует то, что существует. только в этой точке, только в этой точке, вот то противоречие различию, вот этот самый наш трубочист становится возможным, когда это различение доведело до своей крайности. Вот почему я взял эти примеры из Киркегора, Гейна и Маркса. Это последователи Гегеля. После Гегеля они видели, как логика комплементарности может быть чисто философским образом, а также политически, поэтическим образом. И относительно Фрейда, новые образы мысли о сексуальности, как можно расправиться с этими формами бинарности, которые определяли великую философскую традицию до Гегеля. Как можно расправиться с этими пресуппозициями? И другие способы различия, дифференции могут быть созданы. Это уже есть в Гегеле. У Маркса это очень сильно, у Фрейда у Ницше. В 12 единое было разделено на двое. Это у Ницше. Различение как объект философии. Сегодня у Делиоза различие повторения. О изобретении развлечений, которое состоит в повторении подгельянского мира. Пример Гегелеоза, Керкегор, Ницше и Фрейд, как создатели нового типа дифференции, нового типа развлечения. Видно, как это настаивание есть объект постгельянской философии, новый тип развлечения. И так он был изобретен в попытке, которая связана с Керкегором, Ницше, и идет до Лакана, вплоть до Лакана. Извините, я слишком сложно ответил. Спасибо. Благодарю за это богатое вступление. В основные вопросы психоанализа через этот образ трубочиста хотел бы добавить, что можно и связать еще один термин Дериды презентоцентризм. Деррида использовал термин презентоцентризм, фаллоцентризм, фаллогоцентризм. И вот презентоцентризм я думаю, тут близка логика как с логоцентризмом, фаллоцентризмом, но я думаю, что тут связь можно проследить с тем, что вы говорили. Морбдиа, просто повторяю вас, но вы защищали психоанализ против тех обвинений, что он тайно поддерживает фаллоцентризм. Вы говорите, что само наименование проблемы уже ведет к освобождению. Но одновременно, я думаю, интересно, наверное, связать то, что говорил Слава и Жижа, о понятии идеологии. Идеология. Но определенным образом она продолжала действовать, но другим образом. Несмотря на цинизм, несмотря на определение что-то как идеологию, оно продолжало действовать. Я прав? О первом вопросе, конечно. Дорида бы уравнял метафизику настоящего. Для него это примерно то же самое, что фаллоцентризм. Нужно быть аккуратным с Доридой. Как раз потому, что то, как что Дорида слишком хорошо работает. Он изобретает эти наименования, эти лозунги, которые объемлют всю метафизику от Платона до Гегеля и сводятся к символу. Такие лозунги. Я сам погрешил в этом направлении, в этом докладе, но в целом я не склоняюсь к использованию слова метафизика таким простым образом, потому что это своего рода знаете, такая конструкция, большая метафизика, большой метафизический нарратив. Я не думаю, что такой большой метафизический нарратив когда-либо существовал. У меня был доклад в Петербурге об атомизме, атомической традиции от Демокрита до Эпикура и Лукреция Кара, и то, как эта традиция атомическая была воспринята атомистическая. Это была не метафизическая традиция, а философия атомистов древнегреков. Ее нельзя описывать в метафизических ключах. уже со времен Демокрита. У нас очень много существует таких объектов. Вот Делиос, например, говорил о стойках. Говорил, что стойки противоречили вот этой вот аристотелевской, платоновской гегемонии. для многих Спиноза Спиноза не стандартный метафизик неким образом. Совершенно нет. Это куда более продуктивный, трудотворный метод не говорить о метафизике настоящего от Платона до Гегеля. Видите, как усложнение противоречия. Но с вопросом материализма материализм всегда был в этой традиции. и у него была важная роль. И эта традиция, она потом разделилась как антагонистическая. Но надо понимать, что это антагонистическая традиция. И нельзя ее понимать не как антагонистическую. И ее просто снабжать ярлыком фаллагоцентризм, например. В связи с противостоянием фаллагоцентризму. Противостоянием идеологии. Психоанализ столь подрывной имеет характер. Как его возродить? Он был интегрирован в американскую жизнь, вы знаете. Это что? Это воспринималось как своего рода добавление качества жизни. Итак, мы видим, как легко можно эксплуатировать Фрейда. в социалистских странах. Но и Маркса тоже можно эксплуатировать. Вы видели, как он был аппроприирован социалистическими странами. Маркс. Итак, нет простого такого пути. Нельзя просто говорить, вот мы сейчас изобрели шут новое. Нельзя говорить так, вот мы все меняется с Марксом, или все меняется с Фрейдом. Помните, Ницше сказал, я разделил историю надвое, до не меня и после. Вы знаете, надо аккуратно быть с такими высказываниями. Когда вы говорите эти вещи, когда вы утверждаете эти вещи, конечно, можно использовать любую традицию, и нельзя без этого прожить. надо пытаться понять, в чем смысл этих идей. Революционное движение есть всегда возвращение. Весь Лакан – это возвращение к Фрейду. Революция всегда возвращение. С Марксом. Нужно вернуться к Марксу. Давайте забудем социалистическую традицию. Давайте поймем, что это да, это было поражение. Давайте не будем пытаться спасти традицию социалистических стран, советскую традицию. Это была такая ошибка левого движения, как выяснилось. Мы должны признать это поражение, и это оставляет нам пространство для возвращения к Марксу. Поражение, надо признать поражение психоанализа, чтобы открыть пространство, для возвращения к подлинному Фрейду. Все можно цинично использовать. Все можно цинично использовать. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Вы спросили нам о ваших предыдущих визитах. Вы спросили нам о ваших предыдущих визитах. И вы нас удивили. Какой же практический смысл? Какой же смысл? Итак, мой первый визит начался с фаллоса, потом пусть и рай. Но образа фаллоса не хватает. Фаллос может быть очень важен в понимании скрытой непристойности фаллосентрических презупозиций работы власти. Вы знаете, как они работают в России. Но образа фаллоса не хватает. Фаллос – это не воображаемый эффект. Фаллос всегда есть воображаемые коннотации. Третий элемент. Мы ищем такой чистый фаллический элемент. Что такое фаллическое в трубочистском смысле? Должен быть как-то связан с офицером. Например, офицер стоит в форме. Это показывает скрытую фаллическую логику, которая стоит за этим. По-настоящему фаллический элемент. Есть это самое добавление трубочиста. Совершенно неожиданное и случайное. Никак я не могу предсказать, какую форму примет этот самый трубочист. Но когда придет, вы точно поймете. У нас есть время еще на вопрос. Так что если вы... У нас есть время еще на вопрос. Если кто-то есть вопросы. Пожалуйста, позвольте себя. Сотрудник ЦСИ Самодуров. Я работаю в этом центре. Скажите, пожалуйста, чтобы вы советовали слушать истории, что вы видите в том, что как вы знаете, участники Пусти Райот не только в Пусти Райот были пытаться и предъявлены и были предъявлены за 2 года. Но в приговоре суда в случае есть ссылки на решения среди двух подъемов Я не знаю о юридических понятиях. Что значит? Они ссылались на решение шестого века. Замечательно по-своему. Ну, отлично. Что могу сказать? Я уже говорил на пресс-конференции. Есть эта непристойность в процессе пассирайда, которая связана с непристойностью власти каковой, которая основана от логики, но эта логика всегда скрыта, и когда вы ее раскрываете, вы понимаете, что что-то обнажается, король голый. И когда власти могут ответить в этом образом. Таким образом, юридическая оппозиция стоит в том, что они цитируют не только современное законодательство, но находят юридические основания, легитимацию того, что они делают в средневековых актах. Это связанные вещи. они должны обнажить эти скрытые пресупозиции законодательства. Это стало ясно. Все обнажилось. Что-то обнажилось. Совет что делать? Я могу сказать, ну, первое. Не ожидайте, что какие-то интеллектуалы из Словении или Запада, откуда-то еще, будут вам советовать давать эти рецепты. Это первое. Первое в логике политической акции в России. В этом случае какие-то интересные вопросы? Думаю, извинения, поображения? Если нет, то мы тогда можем раньше пойти вперед. У меня есть маленький вопрос. 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 Может быть, этот вопрос мой будет, ну, совсем хорошие послечениями. В последнем вопросе вы говорили об этом странном дополнении, и возвращаясь к понятию Деррида, дополнительный суплеман, как вы различите термин Деррида, если сравните ваше различие, ваш термин, который вы используете, и термин различия, который использует Деррида. Да, тяжелый вопрос, я понимаю. Понятие дополнительного суплеман Деррида – симптоматичное понятие. Он всегда его читал как символ метафизической позиции. Упрощая, он любую метафизику читал так, что они хотели сохранить чистоту истока. Это все было связано с вопросом истока, как чистого истока. И то, что дополняло источник, следовало видеть как что-то случайное, то, что не влияло на чистоту истока. Вот была логика метафизической мысли. И нужно было сохранить две эти оппозиции – чистоту источника, истока. Второе – вот это дополнение не влияло на исток. Вот это дополнительность, о чем речь идет. Оно должно было отрицать то, как… Вот в чем логика Деррида, что не отрицалось влияние дополнения на источник грамматологии. Сама идея письма воспринималась как метафизическая традиция, как дополнительная. Подлинному, устному слову – речь, есть голос. Подлинная речь произносится. Голос – есть подлинное присутствие голоса, и собеседники слышат друг друга. Вот непосредственная ситуация коммуникации, незамутненной коммуникации. Существует опасное дополнение. Вы можете записать только то, что было сказано. Но когда вы записываете то, что было сказано, вы тем самым уходите от этой ситуации, в которой было сказано слово, и циркулирует слово, и кто знает, в чьи руки попадет, кем будет прочтено то, что было записано. Таким образом, письмо – это дополнение, и тем самым случайно. Но на самом деле это крайне опасно. Вот это дополнительное в Дериде. Я думаю, что это логика струбочиста иная. Это дополнение, которое хочет утвердить свою силу. Когда есть два элемента – дихотомия. И вот этот струбочист знает о своей активности. У него своя ретроактивность. Власть ретроактивная. Переопределить, переконцентуализировать эти два элемента. Элементы бинарной позиции. Это своего рода подтверждения дополнительного элемента, сделанного с полной концептуальной осведомленностью о том, что он делает. Вот, наверное, отличие в этом состоит. От proton raого времени. Идиmy. На родину выпускает. Take it to 30 минуты? 40 минуты? В 그것е будет 30 минуты? 40 минуты. 40 минуты. Отон, это будет 30 минут. Так.